Наконец-то анонсирована новая версия Bootstrap 5, и сегодня в этом видеоролике я расскажу о том, что же нового появилось в этом CSS-фреймворке. Поэтому, если тебе интересно, то продолжай смотреть. Но прежде чем мы начнем, давайте вспомним, что же изменилось в Bootstrap 4 в свое время, когда она заменила версию Bootstrap 3. Во-первых, новая версия практически полностью отказалась от флоутов и начала применять современный флексбокс. Также произошел переход с LESS на SASS и стала использоваться новейшая версия jQuery. А также его можно было удобно установить через NPM или YARN, а также использовать сборщики в AppPack. И это было небольшое отступление от того, что нам в свое время принес Bootstrap 4, и теперь давайте сравним это с тем, что же нам принесла новая версия Bootstrap 5. Но стоит помнить, что это только альфа-версия, и она, конечно же, еще будет доработана, но тем не менее, установить и использовать вы уже можете на реальных проектах. И первое, что изменилось в Bootstrap 5, это полный отказ от jQuery, и теперь все действия вы можете выполнять на JavaScript. Если посмотреть на привычную нам страницу Get Started, где указано, какие файлы нужно подключать для того, чтобы работать с Bootstrap, то там мы увидим блок CSS, но не увидим привычного блока с jQuery. Теперь вместо этого вы подключите отдельный файл JavaScript, и некоторые функции, которые там заложены, вы можете применять в компонентах Bootstrap. Второе, самое главное и значимое нововведение, это отказ от поддержки Internet Explorer. Это сделано не только потому, что малый процент пользователей сейчас на данный момент используют этот браузер, но и потому, что сам Windows отказался от поддержки этого браузера. Поэтому в данном случае действия Bootstrap 5 вполне обоснованы, и это будет выражаться в том, что ни в разметке, ни в CSS вы не будете видеть отдельных стилей, которые поддерживают этот браузер. Третье новшество заключается в том, что будут использоваться CSS-переменные. Да, раньше можно было увидеть их применение, например, в CSS при процессоре SAS, но при этом отдельных переменных непосредственно от Bootstrap раньше не было, именно для CSS. И сейчас на экране вы увидите список этих переменных, и вы можете поставить это видео на паузу для того, чтобы с ними ознакомиться. Четвертое нововведение заключается в том, что была немного переработана система сета. Суть заключается в том, что разработчики Bootstrap понимают, что сейчас используются широкоформатные мониторы, поэтому появилась такая переменная, как extra-extra-large. Иначе она записывается как XXL. И работать она будет при ширине более чем 1400 пикселей. Я считаю, что это отличное решение, потому что, например, на своих проектах, где я верстала по методу MobileFirst, мне постоянно приходилось учитывать эту переменную и записывать ее дополнительно. В остальном, все, что касается сеток, изменений больше никаких нет. Здесь также используется 12-колоночная сетка, также используются абсолютно те же переменные, добавилась только новая переменная XXL. Пятое нововведение связано с тем, что вы можете задавать отдельный класс для того, чтобы делать отступ между ячейками. И сейчас на экране вы видите пример того, как при помощи класса GX создаются отступы между этими ячейками. Но вообще я ждала каких-то обновлений, связанных с CSS Grid, но на самом деле данный пример показывает, что пока Bootstrap 5 решил обойтись без них. И да, если рассмотреть этот пример более детально, то вы можете увидеть, что сейчас для сетки используется Flexbox. Остальные классы, которые задают нам Merging и Padding, они также остались, и для них присваиваются отдельные классы, это M и P. Шестое обновление связано с графикой, и здесь появились собственные SVG-иконки, и более того, код самих SVG-иконок вы можете выдернуть прямо оттуда. Если раньше вам приходилось использовать дополнительные сервисы для того, чтобы управлять иконками, то сейчас это не требуется. Сейчас вы можете воспользоваться отдельной галереей Bootstrap. А также здесь я покажу классы, которые были удалены и специально добавлены для Bootstrap 5. Почитать обо всех изменениях Bootstrap вы можете на официальном сайте на английском языке, однако, если вы хотите почитать на русском языке, то ниже я прикреплю ссылку на свой блог, где сделала перевод этой статьи. Более того, вы можете не только почитать, но и попробовать новую версию Bootstrap 5 Alpha. Для этого вы можете перейти по этой ссылочке, я ее, конечно же, продублирую еще под этим видеороликом, и далее перейти во вкладку Get Started, где будет описано, как именно нужно подключать эту новую версию. Вообще, использовать Bootstrap или нет, это тема, на самом деле, для отдельного разговора, но я, как разработчик своих проектов, могу сказать, что в некоторых моментах Bootstrap мне действительно помог для того, чтобы по-быстрому сделать некоторые страницы. На мой взгляд, этот CSS-фреймворк – это отличное решение, если вы хотите по-быстрому сделать одну страницу или ряд страниц для того, чтобы проверить свою идею. Bootstrap с нами останется еще надолго, поэтому не ленитесь, пробуйте изучать его. Не забудьте поставить лайк этому видеоролику, а также написать комментарий о том, как вам нововведение для Bootstrap 5, будете использовать его или нет. А также не забывайте подписаться на этот канал, поставить колокольчик и подписаться на мои другие социальные сети. Всем пока!